Всем большой привет! Сегодня покажу, какие заготовки из помидоров на зиму я делаю из года в год в обязательном порядке. Рецепты максимально простые, не требующие длительной готовки. Чтобы не пропускать новые рецепты и кулинарные советы, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра! Первый рецепт. Домашний томатный сок. Берем спелые помидоры и удаляем из них сердцевину. Если вы жмых будете выбрасывать, тогда этого можно не делать. Я же жмых из помидоров превращаю в паприку. Так сказать, безотходное производство. Рецепт приготовления томатной паприки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Затем подготовленные помидоры пропускаем через соковыжималку. Для максимального выдавливания сока получившийся жмых также пропускаем через соковыжималку. Причем сделать это можно несколько раз. Из 4 килограммов помидоров у меня получилось 3 литра сока. Добавляем в него 20 грамм каменной соли. Размешиваем и отправляем на плиту. После закипания варим сок на небольшом огне 15 минут. Появляющуюся пену снимать не нужно. Просто время от времени все перемешиваем, чтобы сок не сбежал. Через 15 минут от пенки не осталось и следа. Теперь разливаем сок по стерильным банкам. Как стерилизовать банки и крышки можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Накрываем банки стерильными крышками. Закатываем. Переворачиваем вверх дном. Проверяем на предмет подтекания. Если все нормально, укутываем банки чем-то теплым до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный томатный сок на зиму готов. Хранить его можно даже при комнатной температуре. Второй рецепт. Вкуснейший томатный кетчуп. У помидоров удаляем плодоножку и вырезаем стержень. Дальше подготовленные помидоры пропускаем через соковыжималку. Из 2,5 килограммов помидоров у меня получилось 2 литра сока. Добавляем в него 10 граммов соли, 50 граммов сахара, размешиваем и отправляем на плиту. Пока сок закипает, берем сложенный в двое кусочек марли. Высыпаем на него 15-20 горошин душистого перца, столько же черного перца. Кладем 5 штук гвоздики. Разламываем на кусочки 2 лавровых листа. Завязываем это все в мешочек, который с помощью нитки прикрепляем в деревянной ложке. Теперь опускаем мешочек со специями в кипящий сок. И варим наш будущий кетчуп на сильном огне, не накрывая крышкой примерно 50 минут, до загустения. Массу периодически перемешиваем. Когда сок уварится до нужной нам консистенции, добавляем в него 2 грамма молотого острого перца, 3 грамма молотой корицы. Хорошо размешиваем и продолжаем варить на небольшом огне еще 10 минут. Мешочек со специями в кетчуп уже не опускаем. На этом этапе при необходимости можно добавить немного сахара или соли на свой вкус. Через 10 минут огонь выключаем. Затем разливаем кетчуп в горячем виде по сухим стерильным банкам. Закрываем его сухими стерильными крышками и отправляем на хранение желательно в прохладное место. Вот и все. Натуральный домашний кетчуп без загустителей и консервантов готов. Из указанного количества продуктов получилась одна баночка емкостью 450 миллилитров, плюс 200 граммов на пробу. Третий рецепт. Густая томатная паста. 3 килограмма плотных помидоров сорта сливка нарезаем небольшими дольками. Помещаем их в широкую подходящую для варки посуду, отправляем на умеренный огонь и ждем пока выделится достаточное количество сока. При этом томаты периодически перемешиваем. Когда все помидоры покроются жидкостью, вставляем в них сито и с помощью половника убираем как можно больше сока. У меня томаты находились на огне 40 минут. За это время мне удалось собрать 600 миллилитров сока. Его можно использовать для приготовления различных супов и консервации или же просто добавить по вкусу соль и выпить. После варки даем помидорам полностью остыть, емкость ничем не накрываем. Дальше протираем томаты через сито. В полученное томатное пюре добавляем одну чайную ложку соли, перемешиваем и отправляем на небольшой огонь. С момента закипания увариваем массу до нужной нам консистенции от 30 минут до часа. Пасту все время мешаем. Кастрюлю для варки лучше брать высокую и с толстым дном. У меня паста кипела 50 минут. Даже в горячем состоянии видно, что она густая. Готовую томатную пасту перекладываем в сухую стерильную банку. Из 3 килограммов помидоров получается примерно 500 граммов томатной пасты. Сразу закручиваем банку крышкой и убираем на хранение в погреб или кладовку. Вот и все. Густая томатная паста без отходов и длительного уваривания готова. Четвертый рецепт. Маринованные помидоры дольками по-фински. 400 граммов репчатого лука нарезаем тонкими перьями. Затем помещаем его в сито и обдаем крутым кипятком. Полтора килограммов спелых на твердых помидоров разрезаем на дольки и удаляем сердцевину. Берем сухие стерильные банки. На дно каждой кладем 1 гвоздику, 3 горошины душистого перца, 5 горошин черного перца и распределяем половину лука. Дальше закладываем доверху помидоры. Стараемся хорошо их уплотнить, но не помять. Сверху выкладываем шапочкой оставшийся лук. Из указанного количества продуктов получается 5 пол-литровых баночек. Дальше готовим маринад. Высыпаем в кастрюлю 20 граммов каменной соли, 30 граммов сахара, наливаем 1 литр воды, размешиваем и отправляем на плиту. После закипания добавляем 50 миллилитров 9 процентного уксуса и ждем пока начнет кипеть повторно. Теперь банки с помидорами устанавливаем в застеленную полотенцем кастрюлю, заливаем в них горячий маринад, прикрываем стерильными крышками, а в кастрюлю вливаем горячую воду, чтобы она доходила до плечиков банок. Ставим на умеренный огонь и ждем пока вода в кастрюле закипит, а крышки на банках станут очень горячими. С этого момента засекаем время и стерилизуем ровно 5 минут. Затем аккуратно достаем баночки из кипятка, закручиваем, переворачиваем и оставляем до полного остывания. Вот и все. Очень вкусный помидоры на зиму готовы. Хранить их можно при комнатной температуре. Пятый рецепт. Очень вкусные квашеные помидоры. Сначала делаем рассол. Берем любую питьевую не кипяченую воду, главное без хлора. Добавляем сахар и соль. Из расчета на 1 литр воды 20 граммов сахара и 40 граммов соли. И хорошо размешиваем. Теперь подбираем подходящую для засолки емкость. У меня керамическая кадушка объемом 3,5 литра. На дно посуды бросаем 15-20 горошин черного перца. Кладем пару листков хрена, 2 веточки укропа с зонтиком, 5 листиков вишни, 5 листиков смородины, разрезаем 3-4 зубчика чеснока, а затем накладываем помидоры. Томаты желательно брать спелые, но твердые, небольшого размера с толстой кожицей. Чтобы помидоры поплотнее улеглись, емкость периодически хорошо встряхиваем. В процессе наполнения между помидорами делаем прослойки из хрена, укропа, листьев смородины и вишни. Когда все помидоры будут уложены, заливаем их приготовленным рассолом и выкладываем оставшиеся листья хрена. Прикрываем все сложенное несколько раз марлей, хорошо прижимаем ее, чтобы она промокла и высыпаем 1 столовую ложку семян горчицы, таким образом предупреждая появление плесени. Сверху устанавливаем специальную крышку или груз, чтобы помидоры все время полностью были в рассоли. Вот и все. Через 7-10 дней нахождения в тепле, квашеные помидоры будут готовы. Если томаты сразу отправить в прохладное место, тогда они просолятся примерно через 2 месяца. Чтобы избежать протекания, емкость с помидорами на весь период брожения лучше поставить в какую-то миску. Вот и все. Очень вкусные и полезные заготовки из помидоров на зиму готовы. Приятного аппетита! Если вам понравились рецепты, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.